Вот о том, где в Днепре можно купить правильную елочку, которая будет радовать глаз и создавать то самое настроение, Владимир Трегубов, начальник управления потребительского рынка Департамента торговли и рекламы Днепровского горсовета. Доброе утро! Доброе утро! Давайте еще раз объясним, почему все-таки нужно покупать легальную елку? Ну, во-первых, я думаю, что каждый из нас должен проявить сознательность, прежде всего, да, при покупке елки. И я думаю, что и плюс есть опасность в том, что это может быть елка привезена из какого-то загрязненного региона, ну, к примеру, Чернобыль. Для того, чтобы и не заносить эту, скажем так, радиацию в дом, я думаю, что поэтому нужно покупать только на официальных точках продажи. И вы знаете, я тоже стремлюсь покупать на официальных точках продажи, еще себя мотивируя тем, что, возможно, таким образом я помогу сохранить какие-то леса. Потому что, когда в специальном лесхозе выращивается елка, то понятна ее судьба, там очень хорошо калерируется количество вырубленного, вновь посаженного. Ну, откуда привезли и какого леса не стало, мне всегда будет очень жалко и беспокойно. Вот, есть такое? Да, 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 конечно. Я читала, что по Украине уже, так, достаточно много браконьерских продаж зафиксировано, в Днепре уже были случаи браконьерских? Вы знаете, с 11 декабря коммунальное предприятие «Днепровские активы» проводит рейды и на сегодняшний день еще ни одной точки нелегальной продажи не зафиксировано. В прошлом году были такие точки? В прошлом году было три точки, три точки, с помощью полиции мы все это изъяли. То есть в каждом году все-таки меньше, а будем держать кулаки, чтобы и не было, вот не зафиксировали и дальше. Да, ну и каждый год их становится меньше, потому что в позапрошлом году было таких точек восемь. Ну, когда-то давно, они были просто на каждом шагу, это было обычным явлением, хорошо, что мы с этими обычными явлениями расстаемся. Да, да, да. Сколько легальных точек продаж правильных елоков? На сегодняшний день, согласно решению исполкома городского совета от 19 ноября этого года, было принято 148, утверждено, было 148 точек легальной торговли. На сегодняшний день, вот на 15 число, открылись уже 140. Мой следующий вопрос был, где они расположены, но я даже не представляю, как мы будем географически обозначать каждую точку. Давайте хотя бы рамочно. А я вам скажу так, в решении исполкома, я его взял с собой, если я вам его оставлю пока. Спасибо. Там по районам, по районам сделаны точки, сделаны адреса. Сколько, давайте так, сколько на район в среднем приходится точек, в среднем? Ну, смотрите, тут чуть-чуть, Новокадатский, допустим, район, он большой, в нем гораздо больше точек, там идет порядка 40 точек. Если это Шевченковский район, который трошки меньше, или там центральный район меньше. То есть вы включили логистику по востребованности? Да, да, да. По востребованности, в зависимости от того, сколько. До 15 до 20 точек. Ну, не меньше десятка. Не меньше, не меньше десятка. То есть никто не уйдет неохваченным. Да, мы специально, многие на нас жители, там было такие негативные явления о том, что они говорят, зачем столько много там, все. Мы это делали специально, чтобы человек не вез эту елку из какого-то района в трамвай, а мог прийти и пешком донести ее в шаговой доступности до дома. Ну, сейчас я заметила уже и упакованные елочки. Сейчас упакованные, да, да, да. Вообще удобно. Конечно, конечно. Как понять, что точка легальная? Какие-то документы можно спросить? У любого продавца, который торгует елками, должен быть, первое, договор коммунального предприятия «Днепровские активы» на размещение этой точки. Второе, должен быть протокол измерения радиации и сертификат на елку. Я сегодня специально пройдусь по своему району и буду требовать протокол об изменении радиации. Спрашивайте, спрашивайте. Мне кажется, что это очень серьезно. А на елке может какая-то бирка, какой-то чип? Правильно. И вот я не договорил просто. И на елке есть бирка обязательно. На этой бирке есть штрих-код. Поэтому штрих-коду любой человек, если он захотел, на сайте Укрфорест, это лесхозовский сайт, он может проверить эту елку. Откуда она, какого она размера, когда была спилена. Ну, все. И куда продано. Все это можно увидеть. Я себе представляю уже картину, когда супруг приносит домой елку, супруга, уже послушав наш эфир и напитавшись этими знаниями, она ищет бирку, не находит и говорит, неси там, где ты ее взял. Как поступать в том случае, если наткнулся на браконьерскую точку? Я думаю, полиция. Звонок в полицию на 102. То есть, если ты обратил внимание, что елки без бирок, если ты решил уточнить, правильно ли ты понял, спросил эти три документа, и их тебе не предоставили, ты можешь звонить в полицию? Да. Либо на горячую линию горсовета. Друзья, но это не ради себя, да? Вот ради наших украинских лесов, которых и так много. Ну, конечно, конечно. Мы должны быть все сознательны и приходить к тому, что мы же цивилизованная страна, поэтому стремимся в Евросоюз, поэтому мы должны. Если мы хотим быть цивилизованным, начинайте себя, начинаем себя. Согласна с вами. А до какого момента будут идти продажи? Ну, вот она началась 11 декабря и будет до 31 декабря, до 12. Так, ну я хотела спросить, то есть во сколько? Без пути 12? Да, до самого боя часов. Еще можно успеть принести домой правильную елочку, если вы ее послушаете и будете покупать ее в легальной точке продажи. Еще один вопрос. Скажите, вот у вас дома елка будет искусственная, натуральная? Да, искусственная. У меня дети, они, в общем-то, за, ну они противники всего этого, вырубки любых, любых этих. Они у меня защитники животных, поэтому мы давно уже ставим елку. Ну вот, вы знаете, сегодня у нас много было вот инь-ян, черного-белого, кошки, собаки, чай, кофе, искусственная елка, натуральная. Вот что касается вот этой битвы искусственной натуральной, она каждый раз поднимается в декабре. И вот уже много лет ответа так и нет. Просто интересно понимать общее пристрастие. А я вам скажу, что проводился соцопрос в одной сети, я видел в интернете. С каждым годом все меньше и меньше покупают натуральную елку. Все уходят все-таки к искусственной. Ну когда я готовилась к эфиру, я собирала информацию о натуральных елках, и в частности по нашему региону, продажах новогодних деревьев. И увидела ту цифру, сколько будет продано в этом году, сколько было запланировано в прошлом. И удивилась, что запланировано в прошлом году, возможно, я сейчас обману, потому что информацию у меня где-то там по тексту, не найду быстро. Было запланировано продать несколько сотен тысяч, а продали в разы меньше. И не связывает это как раз с коронавирусом, а, наверное, все-таки с тем, что очень много людей переходит на искусственную елку. Да, переходят на искусственную елку, да. А вот эта натуральная елка, настоящая елка, в январе же месяце после новогодних, я хочу это обязательно сказать, после новогодних всех праздников, когда мы начнем все выносить елки во дворы свои, будет обязательно организовано порядка 15 мест, будут приехать дробилки. Эти дробилки будут перерабатывать эту елку, и обязательно эта елка будет в пилеты и поедет в котельные города для отопления. А в эти дробилки нужно нести самостоятельно, или это могут сделать дворники? И дворники относят, и люди, ну я вам скажу, очень много людей относят сами. Вот это уже несколько лет городская власть приучила к этому, и люди относят, не все. Но все равно много несут. Ну мне все-таки каждый раз, я слушаю вот эти истории, когда мы сами несем, сами делаем, хочется сказать, какие мы молодцы, ребята. Вот так держать. Спасибо вам большое. Владимир Трегубов, начальник управления потребительского рынка Департамента торговли и рекламы Днепровского горсовета. .